Друзья мои, всем большой привет! Доброе утро всем! Все, кто раненько встает, всем доброе утро! Девочки и мальчики, у меня сегодня обработка фитоспорином. Представляете, рылась в своей аптечке в этой орхидейной, смотрела, что у меня есть, и нашла фитоспорин. В общем, сейчас развела и брызгаю орхидеи в целях профилактики по листу и на корешки попадаю. В общем, и хочу вам показать, как себя чувствует вот эта красота. Девочки, потом еще хочу в следующий полив пролить фитоспорином обязательно. Поместила в раковину, потому что кругом летит при обрызгивании, летят капли во все стороны. Уже в большой комнате стойку с орхидеями обрызгала, потом пришлось мыть полы. Знаете, кто это? Угадайте, кто я! Девочки, вспоминайте эту красотку! Это панда! Вот сегодня сняла один только цветочек. За столько месяцев, с 8 марта, только начала она немножко свои цветочки, вот так, видите, уже вянут. Отцветать, короче, начала. Но вы знаете, что она творит. Видите? Вот она дала мне два цветоноса из точки роста. Вот, смотрите, один и второй. И что мне с этим делать? Ждать детей! В общем, она распускает новые цветочки. Очень красивая, симпатичная дама. Извините, что мы тут вам презентуем прямо из раковины на кухне. Ну, что делать? Все одновременное, любование и ухаживание. Все сразу. Вот уже начала открывать. Слушайте, у нее этот язычок, ну, такой яркий. Обалденный. Я когда ее первый раз увидела, она вот этим язычком меня покорила. Посмотрите, сколько бутончиков. Вот новый цветочек открывает. В общем, фитоспориню. И даже вот прям туда, вовнутрь. Это фитофунгицид. Девочки, сейчас такая погода. Жарище. В общем, надо предотвратить всякие нехорошие проявления на орхидеях. Я, конечно, ее поливаю нижним поливом. Но раз уже обрабатываю, то уже ладно. Обрабатываю прям сюда, прям прямиком в торфяной стакан. Но она быстро просохнет. Развела здесь еще целый бутыль фитоспорина. Слушайте, и вот обрызганная красотка. Ну, это просто ляля. Это Adorion. У меня тут такие ароматы от пяти цветочков. Вы не представляете. Просто, ну, просто это что-то. Это что-то. Я обязательно приобрету еще пару парфюмерок. Вот у меня прям вот загорелось, тушить нечего. Но это невозможно. Это настолько аромат такой вкусный, приятный, свежий. Вот эта малявочка, которая моя спасенка, которая я вам всем показывала, сидит она у меня в мох живой посажена, дала вот такой цветоносик небольшой с пятью цветочками. И вот такая ароматная, да безобразие, да безобразие. Не, ну, это просто. Неоновая серединка. Правильные изгибы лепестков. Такой, знаете, нежный, непредвзятый краб. Как это сказать правильно? В общем, я не могу подобрать слов. И вот этот аромат с утра, он где-то вечером уже не так. А вот с утра на солнышке это просто. В общем, Adorion моя любовь. Просто я, девочки, не нюхала остальных. Как там оранж пахнет? Наверное, еще вкуснейший. Но это прям парфюм. Парфюм и листики эти обалденные. Все. Вот только где-то встречу. Либо, вот заказывать боюсь парфюмерки по почте. Вот боюсь. Единственное, может быть, если они будут в азиатских вариантах. Вот как-то азиаты мне не страшно заказывать. А вот голландцев заказывать почтой парфюмерок, да еще в жару, я не знаю. Они очень, девочки, так корешки свои раз и все. Пока домашние корешки не отрастут. Ну, вы сами знаете, что я вам рассказываю. Но эта красота мне такую вот устроила. Стояла на северном окне. И я не знаю, поливалась под дончик. И почему она вот так поступила? Почему она решила мне из точки роста дать аж два цветоноса? Мне непонятно. Неужели отсутствие полноценного освещения сыграло вот такую злую шутку? Понимаете? Либо это уже было заложено у садовника. Когда я купила, не было в серединке ничего. По-моему, не было даже висточка. Возможно, это у садовника так произошло. Не знаю. Цветочек у нее такой, знаете, плотноватый. Ну, не сильно прям такой, но плотноватый. Плотноватый и пышноцветущий сорт. И сорт очень яркий. Мне нравится. И одновременно нежный. Обильно цветущий. Не особо прихотливый, как я поняла. Очень листовая масса такая. Плотная, интересная. В общем, интересная орхидея. И, в общем-то, не скупа на цветение. Не скупа красавица. В общем, вся стоит в фитоспорине. У меня есть еще фитохелп. Но что-то я решила и фитоспорин попробовать. Ну, кстати, в следующий раз попробую его, наверное... Ну, здесь как? Здесь надо курс пройти фитоспорина. Я думаю, там написано, надо 3 обработки с интервалом 10 дней. Можно по листьям. И раз в месяц пролив корневой фитоспорин. Давно, девочки, сейчас что-то все замолчали. Я давно покупала, там 4 года у него срок годности. Но чего-то сейчас как-то фитоспорин не особо вы используете. Я смотрю, что фитоспорин, вот это так вот что-то замолчали. Видите, вот с подсветкой она белесая получается. Выключаю подсветку, она вот именно ближе к своему теперешнему цвету. Вот оливковое у нее наполнение. Полотно такое оливковое. И что-то вот фитоспорин как-то вот тишина. Не обрабатывают сейчас орхидеи особо фитоспорином. Не знаю почему. А я решила, почему нет. В принципе, фитосредства от всяких проявлений нехороших. Как раз самое время, когда вот эти температурные высокие показатели, загнивание корневой. В общем, следующий полив у меня будет именно с фитоспорином всей коллекции. Пролью, потому что рекомендует вот кусты и деревья два раза в месяц. А вот комнатные растения раз в месяц. Так написано производителем на упаковке. Но опрыскивание каждые 10 дней в целях профилактики. А сейчас брызгать это очень хорошо. Орхидеям нравится, потому что жарко. Вот они сейчас обсыхают. Там у меня сейчас остальные на подходе. Вот сейчас хочу свою... Ой, сейчас уберу. Хочу свою побрызгать красотку, вот эту. Цветущую, но не сильно хорошо у нее с корнями. Все-таки вот эти все цветения, которые происходят пышные... А, или я уже... Не, я уже ее побрызгала. Давайте еще раз. Я просто ее отставила. Эти все цветения настолько истощают орхидею, что она может и корни отбросить. Это мой формейшн, девочки. Как он цветет! Как ненормальный. Я его в закрытую систему посадила. Но он... Я когда вытащила его из горшка, вот прям цветущего, там, конечно, не понравилось мне состояние его корневой. Но я воткнула его в закрытую систему. Не знаю. Чему быть, тому не миновать. Еще один мой капризюля. Красавчик. Ход кис. Ну, смотрите. Я его вчера замазала просто с ног до головы. Видите, обмазала. Топсин М. Видите, какой он. И каждое утро я брызгаю его по листовым пластинам. Полила, девочки, его. Полила фитоспоринчиком. Обрызгала. В корешки дала. В общем, надеюсь, что все будет хорошо. И смотрите. Вот появился... Сейчас я вам увеличу. Появился листик. Вот он подрастает уже. Видите, какой красивый листик. И мне кажется, после топсина меньше уже поражения. Вот это грибковое. В общем, три обработки топсин М мы прошли. Будем смотреть, как мы будем дальше себя вести. В общем, цветун, неугомон, любители цвести и радовать. Это невозможно. Но в этом и вовсе прелесть. В общем, выздоравливаем. Я думаю, что с ним будет все отлично. Вот у него появляется, я надеюсь, корешок. Я очень надеюсь, что это корешок. Вот видите, вот этот зелененький. Вот он. Вот этот здесь, может быть, тоже оживет. В общем, нам нужны корни. Срочно! Видите, какой ужасный. Ну вот новый листик. Не знаю. Посмотрим, какой он будет. Посмотрим. Девочки, тут я насыпала куркумы ему. На всякий случай. Чтоб ничего страшного ему не казалось. Так, следующий. А следующий у нас биг-бэнк. Ой, куда я поставила? Ой, не могу найти. Сейчас мы его тоже немножечко ополоснем. Жарко. И им будет хорошо. Вот надо еще под листик залезть. И немножко в грунт. Вот вам и полив. Красавчик! Вообще обалденный! Сейчас течет. И там еще парочка осталось. Которых надо тоже обработать. Все, стекай, красавчик! Так, еще один любимчик. Уже цветает. Уже цветает мой сезамчик. Но еще не отдает цветочек. Посмотрите, он начал уже растить новый листик. Вот он. И корешки. Сейчас мы его тоже немножечко сбрызнем. Вот у него жук сидит. Все, достаточно. Ой, красавчик какой! Красопед! М? Суперский! Такой вот. Листья большие. Пересадила. Все нормально. Растем. Растем и радуем. Растим новые листики. Новые корешки. Вон они какие! Аппетитные! Система не совсем закрытая. Там есть две маленькие дырочки. И водичка стекает постепенно. Очень долго цветет. Но жду от него, конечно, чтобы он... Вот тут мне нравится этот корень. Смотрите, какой жирный. Жду от него пышного цветения. Он может. Азиатский подросток. Сиза. Красавчик. Сейчас побрызгаю еще одну красотку. Джингл. Девочки, разные названия? Не знаю. Ну, я называю Джингл. На горшке у меня не было написано, что это Джингл. Такой красивый корешок. Листик растит. Хорошо, хорошо. Сейчас тоже побрызгаю. Ну, в общем-то, на этой оптимистичной ноте хочу вам сказать всего самого наилучшего. До новых встреч, друзья!